На Северном Кавказе Это страшная сырость. Эта сырость убьет кого угодно. И из-за этого люди месяцами жили в подвалах. Вот ложка сегодня твоя, через полчаса она моя, мытая, не мытая. Кружки. Например, мы когда в подвалах сидели. Вот стоит бочок с водой, там кружка. Идут, пьем. Я болею за тысячи стовок. Не привезли, на аллерген привезли. Ну и там туберкулезно. Легла первый раз. Пролежала я четыре месяца. Ну у меня, знаете, муж тогда выпивал и за детьми смотреть было некому. Второй раз. Ну я, знаете, лежала, лежала шесть месяцев. От звонка до звонка. Лежала, лежала, ничего. Но это, оказывается, все лекарства, которые я пила, они были устойчивые. Езжу в Махачкалу сдавать анализы. На Макрут. На чувствительные. А что вы сюда ездите? У вас там все есть. А я говорю, я бы полреспублики проехала и ехала бы к вам. Я бы себе сдавала, если бы могла. Я просто боюсь время упустить. Уйдет это время и все. Вот когда ни врач не может ничего не сделать, ни я не могу ничего сделать. Я вот единственное всегда прошу у врачей, у всех, не упустите это время. Человеческая жизнь, это как-то статистика. Знаете, вот это превратилось просто. У кого-то это боль страшная. У него кто-то потерял. Кому-то повод поговорить об этом. Вот он, кто-то умер, ушел. А кто-то в тетрадку записал. Один умер и все. А разница между тремя этими людьми. Вот у кого отсюда что-то отнять. Вот здесь каждый день умирают люди. Они привозятся страшные, истощенные, почти умирающие. Привозят. Вот вчера привезли, сегодня умер человек. Позавчера привезли, сегодня умер. Чего привезли? Умер. Люди умирают каждый день. Сегодня вот сколько уже выявленных нас. А сколько невыявленных. У нас же миллионы. Вот это, это все, ну, я говорю, так много. Не, лишь бы у меня взять вот, подтолкнуть меня. Вот, 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 вот тебе. Вот, а помогает мне хорошее лекарство. Сейчас-то уже, знаете, вот эти. Есть девочки, вот эти психологи. Они часто ходят. Вот, и они все время ходят. Какие-то диски раздают. Какие-то брошюрки все время. Может, это не так патриотично будет звучать, но... Зачем нужны детские сады, школы, мечети, аквапарки, парки, вот все это, города, центры, когда весь, все люди умирают от туберкулеза. Этот коридор, он целыми днями переполнен туберкулезником. Я просто хотела спросить, все, вся эта красота, все, зачем нам эта вся роскошь? Когда мы умираем, мы вымираем просто. Мы друг друга заражаем на каждом полуметре на дороге, на базаре, в театрах, в школах, в университетах. Почему мы не можем сделать одну больницу и вылечить? Зачем нам райские сады? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...